Сегодняшний день прошел очень хорошо, мы встали, не помню, рано, так не очень рано. Юра мне приготовил бутерброд, я его забыл, сейчас съем. Потом мы поехали на тесты, приехали на тесты, прописали трассу. В принципе, я понял, что давно не ездил и очень тяжело сейчас ездить физически, отвыкли от этого. Немножко мышцы позабыли и немножко непривычно, но получалось очень хорошо. Я очень доволен сегодняшним днем. Штурман читал очень хорошо, первый участок тоже не очень, как я в принципе и ехал. А на втором мы с ним идеально сработались. Были зрители, зрители катали тоже. Очень рады на самом деле своему стартовому номеру. Мне кажется, что если будет дождик и будут лужи, то как раз наша позиция позволит нам ехать быстро, потому что лужа и грязь будет уже раскидана, и в принципе будет колея, и по ней можно будет ехать хорошо. Посмотрим завтра по погоде, завтра первый день прописки. Посмотрим дорожку и поймем, если сможем, то будем ехать быстро. Мы заявлены на ралли Латвия. У нас даже десятый стартовый номер, очень хорошая позиция. Постараемся показать отличный результат. У вас сегодня были тесты? Да, у нас сегодня были тесты. Тарас Аркадьевич катал у нас на спортивном автомобиле его 10. Мы хорошо поработали. Первый спецучасток мы привыкали, вспоминали, как это делается. На втором спецучастке отлично поработали. Мне все понравилось. Самое главное, что там была смена темпа. Это очень важно для штурмана потренироваться с быстрого на медленное. И самое главное, с медленного на быстрое и очень быстрое. Погодные условия, которые были, они очень сильно совпадают с теми условиями, которые будут на гонке. А именно и дождь, и холодно, и лужи, и грязь. Так что все здорово. Зачем ты поставил форшер на диван? Зачем я поставил форшер на диван? Чтобы было светлее в нашем уютном помещении. Забирай домой, а ты без света живешь там в палатке. На этой радостной ноте, прощаемся с вами. Всем привет. Субтитры сделал DimaTorzok